Собираясь на дачу, стоит не забыть не только бережно выращенную рассаду, но и правила пожарной безопасности. Первое, что советуют сделать на дачном участке пожарные – избавиться от сухой травы, мусора и прочих легковоспламеняющихся предметов. Причем делать это нужно правильно. Ни в коем случае сжигать это не надо. То есть, либо собрать мешки, вывезти. Не забудьте проверить целостность электропроводки и печи, если таковая имеется. На участке стоит иметь емкость с водой, а в доме – огнетушитель. Если дом находится рядом с лесом, организуйте специальную противопожарную полосу. Например, в виде рва. Из технических средств, таких реальных, никто не говорит об автоматической пожарной сигнализации. Может быть, автономные пожарные датчики. То есть, это тот датчик, который улавливает дым и сигнализирует. Он работает автономно, от батарейки. То есть, хотя бы тот же самый писк может разбудить дачника, если он спит. И сказать ему, что пора, наверное, выходить из места, где опасно. Труд на свежем воздухе полезен, но иногда сопряжен с определенными рисками, такими как порезы, ссадины, перегрев и укусы насекомых. На этот случай стоит иметь при себе так называемую аптечку первой помощи. В нее необходимо положить набор перевязочного материала – салфетки, бинты, косынки или экопластырь. Если помощь оказываете другому человеку, нужно иметь средства индивидуальной защиты. Такие, как перчатки, возможно, даже лицевая маска, ну и не исключено, в принципе, очки. Также стоит иметь обеззараживающие растворы, средства для оказания помощи при ожогах и охлаждающие пакеты. Из медикаментов только то, что прописал врач. Человек, который страдает определенными заболеваниями, то есть хронически больной, он должен по себе иметь, соответственно, и препараты, которые ему назначил врач. И использовать для себя, не для другого человека. Самолечением заниматься весьма опасно. То же самое давление сбивать резко – это крайне опасно, приведет к сложной ситуации. В случае, когда отдых превратился в ситуацию опасную для здоровья, всегда обращайтесь к специалистам. Держите при себе телефоны экстренных служб, а также адреса и контакты ближайших больниц.